Что же на самом деле страшнее, коронавирус или та паника, которая вокруг него развернулась? Какие средства против коронавируса наиболее эффективны, и когда же закончится всеобщее безумие? Об этом в интервью пятничному выпуску программы «Реакции» рассказал известный российский врач Александр Мясников. Александр Леонидович, Вы написали в блоге, в Вашем последнем посте, о том, что сейчас происходит в связи с коронавирусом. Это учение перед грядущей настоящей инфекцией. Что Вы имели в виду? Я неоднократно писал, причем это не только я, это любой инфекционист Вам скажет, что мы сидим на проховой бочке под названием инфекции. И мы знаем, просто знаем, что рано или поздно, скорее всего рано, произойдет мутация вируса какого-то, именно зооноза, и он будет передаваться от животных к человеку, что, собственно, и произошло. И мы знаем, что вторая мутация будет, которая даст возможность вирусу, который передается от животных к человеку, передаваться уже от человека к человеку. Это уже опасно. Почему? Потому что мы сталкиваемся с чем-то неизвестным. У нас нет вакцин, нет лекарств. И это настолько очевидно, что по иронии судьбы как раз в ноябре месяце 2019 года в Америке, в университете Джона Хопкинса как раз разыгрывался сценарий, что будет, если... И там как раз бывают сценарии, как из Бразилии вырывается свиной гриб, как он моментально вспыхивается, самолетами разносится по миру, каждые две недели удваивается, заболевает 75% населения, 65 миллионов человек погибает, 700 миллиардов потери прямые медицинские. И вот как раз спустя буквально несколько дней, потому что первый случай зарегистрирован в ноябре, вспыхнула вот эта инфекция. Наше счастье, что эта инфекция, в принципе, да простят меня за цинизм, это обычная ОРЗ. ОРЗ? Обычная ОРЗ. Во-первых, коронавирус... Вообще, обычный человеческий коронавирус есть у всех, и все мы им переболели. Я, вы, все. Их несколько разновидностей у человека. И до двух третей всех ОРЗ, в северном полушарии, это коронавирус. Не этот занос новый, но коронавирус. На 70%, 75% похоже на тот, что сейчас. На самом деле, на самом деле, почему я говорю, что ОРЗ, вот даже от обычного коронавируса человеческого, если он поражает пожилых людей, и если он вызывает пневмонию, а так бывает, то смертность у этих пожилых 10%. 10 даже процентов. Да, обычного. Более того, я вам скажу, что вот сейчас статистика, конечно, так. Но вот в предыдущую эпидемию коронавируса в 2002 году была проблема с диагностикой, потому что что-то не показывало, а что-то показывало, что это коронавирус, а оказывалось, это не этот новый коронавирус, но новый для 2002 года, а наш обычный. Поэтому смертность, ну это зависит, как мы будем считать. Мы будем считать общую смерть, потому что она колеблется. Она колеблется 1%, 2%, 3%, в России 0%. Так что какую смертность? Пока. Ну, конечно, тв-тв-тв. На данный момент. Ну, вы же понимаете, когда я читаю новость, что в Германии умер первый пациент от коронавируса, думаешь, ух, потом читаешь. Старику было 91 год. Ну, 90, нет, я не шучу, это так и есть. 91 год, ну, слушай, отчет, умирать надо, и старики всегда умирают. В последнее, в смысле, в первую очередь при гриппе. Я всегда говорил, почему именно им надо прививаться от гриппа, потому что для них грипп смертельно опасен. Ну что ж, тогда из-за обычного ОРЗ у нас закрывают границы, прерывается обучение очное в школах и вузах, происходит паника. Люди массово с каком-то диком порыве скупают туалетную бумагу пресловутую. Знаете, я не очень понимаю насчет туалетной бумаги, потому что у меня сын живет во Франции, и когда он мне присылал, что во Франции исчезла туалетная бумага, ну, и потом присылал фотографии пустых полок, я не понимаю, что страх так действует на кишечник, что надо такие количества туалетной бумаги. На самом деле мы, понимаете, давайте думать, давайте просто считать. Ну, каждый день в мире умирает там 160-180 тысяч человек. В год умирают миллионы и миллионы людей от инфекционных заболеваний. Мы знаем, грипп 650 тысяч, это только посчитанных. А если не считанных, надо умножать на 10 по американской математической модели. От вирусного гепатита умирает 630 человек, вот с ПИДа умирает полтора миллиона, ну и так далее, и так далее. Если будем считать, ну, смотрите, сколько мы с вами разговариваем. Это если вот каждые 12 минут в мире от кори умирает один ребенок. Да, это, конечно, мир, не Франция, а с Россией. А то, знаете, как мы привыкли, если не у нас, это где-то там, это где-то там в Индонезии, но они же тоже люди. Это почему-то никого не волнует. Вот эта ситуация, ну, давайте будем цинично скажем. Заболело полторы, за все это время, полторы сотни тысяч человек, 1500 где-то. Умерло там 6000 за три месяца. Ну, вы знаете, для примера, вот больница, где мы находимся, за три месяца у меня умерло 515 человек. В одной больнице, да. Вот только здесь. У нас на западный район 5 больниц, посчитайте, да, 515 на 5, вот вам. Это просто за этот же промежуток времени. Это, причем, у нас низкая смертность, у нас не самая большая больница, если мы возьмем Водкинскую, которая шире намного. Вот просто из этого вы считаете риски. Вы поймите, что на фоне миллионов, сотен миллионов переболевших гриппом, гепатитами, вирусными заболеваниями, которые каждый год болеют все, на фоне нескольких миллионов погибших в год, от любых пониманий смертности, от любого обычного понимания, 10%. На этом фоне 150 тысяч заболевших и 6 тысяч умерших, вот если бы не было средств массовой информации, никто бы даже не заметил. Ну, где, может быть, Китай, скажут, что-то тут у нас вроде как в больнице нагрузка стала чуть побольше. Никто бы не заметил. Вы скажете, ну это потому, что мы остановили. Да ничего вы не остановили. Мы не остановили. Вот сейчас мы останавливаем. Вот пока это было, это шло практически естественным путем. Потому что, когда Москва перекрывала границы, а в Питер можно было пролететь, и, слава богу, сейчас Сергей Семенович этим всем занялся, это был абсурд. Когда закрывали рейсы на Италию, но спокойно можно было приехать через Прагу или просто в аэропорту столкнуться, изначально, я изначально говорил, что либо мы сразу закрываем. Потому что это как мухи разносят, как комары болезнь. Вот вы посмотрите, флайт-радар, это же просто… Да, это видно все. Это видно. Поэтому надо было… То есть эти меры необходимы, которые сейчас принимаются, они оправданы? Так вот, я к этому и веду. Я просто к тому, что вот эта заболеваемость и смертность, это естественное заболевание и смертность, а не то, что мы остановили. Теперь меры оправданы или нет. Дело в том, что вакцин нет и не будет скоро. А если будет, то не для всего населения. Если вакцин, что вакцинирует население Земли, это годы. Я вам больше скажу, почему вакцины от прошлого SARS остались незаконченными. А потому что в экспериментах они еще увеличили чувствительность к вирусу. Не убирали, а увеличивали. Это очень сложный вопрос. Просто кажется, вакцину сделал, привил, все хорошо. Очень сложный вопрос. То есть лекарства как такового нет? Лекарства как такового нет.